Субтитры создавал DimaTorzok Его разведданные оказали влияние на принятие стратегических решений руководством страны. В Самаре открыли мемориальную доску в честь генерал-майора Александра Панюшкина. Более 30 улиц города приведут в порядок. Какие самарские дороги отремонтируют в 2021 году? Оранжевые плоды счастья и хорошего настроения. Как правильно выбрать солнечный мандарин? В России отмечают 100-летний юбилей службы внешней разведки. Мероприятия, приуроченные к этому празднику, проходят и в Самаре. Сегодня в городе вспоминали руководителя внешней советской разведки генерала-майора Александра Панюшкина. Незадолго до начала Великой Отечественной войны он сыграл важную роль в получении достоверной информации о планах японской армии в отношении Советского Союза, за что был награжден орденом Ленина. В его честь в Самаре открыли мемориальную доску при участии депутата Государственной Думы России Александра Хинштейна и главы города Елены Лапушкиной. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Магистр международной разведки генерал-майор, главный резидент СССР в Китае Александр Панюшкин родился, вырос и жил в Самаре до добровольного ухода в ряды Красной Армии в 1921 году. В здании на Галактионовской, 68, фасад которого украсила мемориальная плита в его честь, он учился и окончил на тот момент единственную в городе трудовую школу. Непростая, трудная, но вместе с тем яркая и интересная жизнь советского разведчика прошла на перепуте мирной и военной дорог. Как резиденту внешней разведки в Китае ему было суждено добыть важные документы, многие из которых оказали влияние на принятие стратегических решений руководством страны. И во многом стараниями советской резидентуры разведки, непосредственно резидента и чрезвычайного полномочного посла Александра Панюшкина удалось оказать существенное влияние на планы японцев относительно их не вступления в войну. Мемориальная плита в честь советского разведчика выполнена из композитного материала с имитацией серого мрамора. Ее установили без привлечения бюджетных средств на деньги ветеранских и общественных организаций. Увековечивание памяти советских разведчиков стало для Самары доброй традицией. В прошлом году примерно в это же время в областной столице открыли две мемориальные доски, посвященные Кембриджской пятерке и почетному работнику органов госбезопасности Сергею Хумарьяну. Мы должны знать своих героев, наши дети, внуки и правнуки. Должны знать тех людей, которые по-настоящему делали славу не только нашему городу, но и всей нашей стране, нашей Родине. Великие люди, они и рождались, рождаются и будут рождаться. Поэтому жизненный путь генерала Панишкина, он тому подтверждение. Память самарца генерала-майора Александра Панишкина была увековечена по просьбе общественных и ветеранских организаций города. Мемориальная доска открылась накануне 100-летнего юбилея службы внешней разведки Российской Федерации. В мероприятии приняли участие совсем юные жители Самары. Наравне со всеми живые цветы к мемориалу памяти возложили юнормейцы. Ольга Павло, Константин Головин. События. И еще об одном памятном событии. На фасаде 49-й школы увековечили имя ветерана спецслужбы, участника Курской битвы Константина Стычкова. На торжественном мероприятии побывала Гульфия Сафина. Значок юнормейца старшеклассник Никита Курушин получил одним из первых в школе. Но убежденным патриотом признается был не всегда. Пример преподнес необычный школьный сосед, которого Никите посчастливилось застать при жизни. Константин Стычков, участник Курской битвы, старейший ветеран военной контрразведки СМЕРШ. Два года, как школа носит его гордое имя. Константин Георгиевич, мы ходили поздравлять со всеми праздниками. Новый год, День Победы, День Рождения. Он очень много рассказывал о Великой Отечественной войне. То есть я очень много узнал от него. У меня вспыхнуло чувство патриотизма. И, соответственно, до этого я вступил в юнормейце. Многолетняя дружба между школой и ветераном началась в 2014-м. Ее эффект – мощнейшее движение юнормии. Более 60 детей в красных беретах. В следующем году планируют увеличить число в два раза. Патриотический дух подогревает память о Константине Стычкове. Ее увековечили торжественно, с должным почетом. На фасаде школы установили мемориальную доску. Главные участники и главные организаторы всех этих событий – это ветераны, это действующие сотрудники органов военной контрразведки, это отдел военной контрразведки по Самарскому гарнизону, это, конечно же, учащиеся и учителя. Спасибо вам большое за память. Красная вуаль спадает, и вот он, будто и не уходил. Согласно книге рекордов России, Константин Стычков – старейший ветеран СМЕРШ. Самые эффективные спецслужбы в мировой истории. Он умер в прошлом году в возрасте 96 лет. Безмерно благодарна, это вообще у меня слов нет. Это порядочный, скромный человек. Его интересные рассказы и искренняя любовь к детям положили начало нашей дружбе. Я очень надеюсь, что память об этом выдающемся человеке будет жить и в памяти ее учеников. И наши ученики, я считаю, что достойны этого. Для нас он однозначно герой. Когда-нибудь рассекретят материалы, и все узнают о его подвигах. Плюс он внес значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Ну, как бы дети – наше все, да, наше будущее. В 49-й школе к сентябрю следующего года планируют открыть музей. Памяти контрразведчика Стычкова и всей службы под грифом «Секретно». Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. Яркие краски и обновленный дизайн. Детское отделение Самарской 14-й поликлиники стало привлекательнее для юных пациентов. В здании провели ремонт в рамках национального проекта здравоохранения. Как изменилось медучреждение, увидела наша съемочная группа. Маленькие Костя вместе с мамой сегодня в больнице. К счастью, без особых жалоб. Выдался свободный час, пришли на профилактический осмотр к стоматологу. Своему лечащему доктору из 14-й поликлиники доверяют на 100%. А благодаря тому, как преображается медучреждение, признаются, теперь будут заботиться о здоровье еще с большей охотой. Заметили, что происходит изменение в нашей поликлинике, в 14-й, в любимой. В лучшую сторону находиться стало гораздо приятнее, красиво. Для детей очень много интересных мест. Яркие, где они могут задержать внимание. Ну и родители немножко разгружены стали. А ведь обновления еще не полностью завершены. Приятный дизайн, раздельный картотекой и регистратура. Коляску можно оставить в специально отведенном месте. Новый гардероб, кабинет для кормления и зона комфортного пребывания. Остались последние штрихи. Доделать санузел для маломобильных посетителей. Завести мебель и расставить оборудование, компьютеры, аппараты УЗИ. Уже к концу года бережливая поликлиника, так звучит название проекта, сможет заработать в полную силу. Но главная миссия проекта даже не в эстетике, а в том, чтобы первичная медицинская помощь стала еще доступнее. Были введены новые должности. До этого не было в штатах поликлиники. Это администратор зала, это дежурный врач. Поэтому все население, они вот шли с любым обращением, они шли к своему врачу. А теперь мы разделили потоки. И кто идет по предварительной записи, значит, они идут к своему участковому педиатру. А те, которые, ну, с какой-то вот сейчас появилось, ему надо вот обязательно в этот день попасть к врачу, они уже идут к дежурному врачу. Навигация, телемедицина, электронная запись – все позитивные изменения в поликлинике благодаря нацпроекту здравоохранения. Он реализуется в Самарской области под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. Бережливее в этом году станут 78 детских и 15 взрослых областных поликлиник. Открываются такие поликлиники не только в городах, но и в селах. Лариса Шалафаст, Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. В следующем году в Самаре отремонтируют более 50 километров дорог. 32 объекта приведут в порядок по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Запланированы также масштабный комплексный ремонт и восстановление дорожного покрытия картами. Перечень улиц составляли с участием жителей города, сотрудников ГИБДД и ресурсных организаций. Подробнее в сюжете Елена Малютиной. Татьяна в будущем планирует обучать сына Григория неподалеку от их дома, в школе на пятой просеке. К новому социальному объекту требуются и качественные подъездные пути. Городские власти по инициативе жителей внесли этот участок на следующий год в перечень ремонтируемых по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Удобно ходить, детям будет. Даже не то, что на машинах, все равно и дети будут спускаться здесь. Потому что осенью здесь будет грязь. Если не сделать дорогу, то в принципе не было дороги. Поэтому ее нужно сделать. Перечень дорог, которые планируют приводить в порядок в наступающем году, сформирован. Городские власти опирались на мнение жителей, обращение общественных организаций, предписания органов ГИБДД, учитывали интенсивность движения общественного и личного транспорта. Учитывались планы ресурсников, чтобы выполнять ремонт там, где перекладка труб в ближайшее время не потребуется. Акцент в выборе участков сделан на те территории, где ведется строительство или реконструкция общественно значимых объектов. Например, комплексно отремонтируют дороги возле будущего филиала Третьяковской галереи, преобразится улица Луначарского от Новосадовой до автобусного проезда и участок проспекта Масленниково. Работы намечены на начало 2021 года. На двух объектах на Ленинской и Арцебушевской комплексный ремонт продолжится. Изменения ждут и проспект Кирова. Еще 25 объектов планируется отремонтировать большими картами. В числе них – Южное шоссе. В связи с тем, что объект с высокой нагрузкой идет, то есть там встречается большое движение как грузового, так и личного транспорта граждан, запланирована работа именно по ремонту асфальтобетонного покрытия, проезжая часть Южного шоссе. Также хочу отметить выполнение работ по ремонту проспекта Кирова с путепроводом Кировский, который также требовал к себе внимания. Всего же приведут в порядок 32 объекта. Это почти 50 километров самарских дорог. К ремонтным работам традиционно приступят, как только позволит погода. Елена Малютина, Сергей Баскин. События. Региональный Минтранс начал поиски подрядчика для реконструкции Новосадовой. Проектом предусмотрено строительство транспортной развязки на пересечении с улицей Советской Армии, а также новой дороги по улице 22-го портсъезда от Новосадовой до Московского шоссе. Когда завершится ремонт, расскажем в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! В эфире «Новости экономики». Расскажу о них я, Лариса Шлафаст. В конце рабочей недели цены на нефть снижаются. За баррель марки «Брент» дают 51 доллар и 20 центов. Валюта дорожает. На выходные Центробанк установил курс американской валюты на отметке 73 рубля 31 копейка. Евро 89 рублей 82 копейки. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Согласно прогнозу Банка России, в 2021 году годовая инфляция составит 4% и продолжит находиться на этом уровне. Дальнейшие решения о ключевой ставке регулятор будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. Кроме того, на ее уровень могут повлиять прогнозы о развитии экономики и риски как внешние, так и внутренние, а также реакция на них финансовых рынков. Пенсионный фонд России разъяснил правила получения новогодних выплат на детей до 7 лет. Подать заявление семье можно будет до 1 апреля 2021 года. Потребуется оно в том случае, если ребенок родился после 1 июля этого года и родители не получали летние выплаты. Также его нужно написать, если изменились банковские реквизиты получателя. Это можно сделать на портале госуслуг или в МФЦ. В остальных случаях семьи получат выплату без заявления. А в Самарской области Министерство транспорта и автомобильных дорог ищет подрядчика для реконструкции Новосадовой. Проектом предусмотрено строительство транспортной развязки на пересечении с улицей Советской армии. Под реконструкцию также попадает участок от улицы Гастелло до 22-го портсъезда. Предполагаемая сумма затрат – 3,5 миллиарда рублей. Начать работы должны в следующем году, а завершить до конца 23-го года. На этом сегодня все. Удачи в делах! Самара готовится к празднованию Нового года. Одной из точек притяжения для жителей города традиционно станет площадь Куйбышева. Как там идут подготовительные работы, проверили городские власти. На площади уже поставили горку и монтируют из Будя до мороза. Работы завершат на следующей неделе. Кроме того, появились скульптуры смешариков и ледяные заборы. Залили два катка. Один для массовых катаний, а другой для спортивных мероприятий. Огнями засияли елки на площади. Весь медиакомплекс насчитывает 15 тысяч шаров-пикселей. На деревья развесили более 6,5 тысяч игрушек-шаров. Особенность медиагирлянд – это возможность показывать различные изображения и тематические сюжеты. В этом году они посвящены 60-летию первого полета человека в космос и 40-летию мультфильма «Тайна третьей планеты». Точки общепита также готовы принимать гостей. Не забывают организаторы и о предписаниях Роспотребнадзора. Несмотря на то, что массовых мероприятий не будет, в городе все же создается праздничная атмосфера. А как провести новогодние праздники, жители решают сами. Будут ли это семейные посиделки дома, прогулки по украшенному городу или активный отдых на свежем воздухе. В первую очередь, конечно, это безопасность пребывания на площади. Во-вторых, это обеспечение мер социального дистанцирования на всех наших площадках. В этом году мы массовых мероприятий на площади Куйбышева не проводим. Мы в основном делаем такие спортивные локации. Это катки, это елочный комплекс. Искусство на фасадах. Жители улицы Вольской украсили однотонные стены подъездов яркими рисунками, изобразив известные памятники архитектуры города. Каждый рисунок сопровождает небольшая информационная табличка. С авторами проекта познакомилась Лариса Шлафаст. Увидеть известные памятники архитектуры Самары теперь можно на фасаде 89-го дома по улице Вольская. Здесь изображены особняк Клотта, особняк общественного собрания и особняк Зеленка. И концепция заключалась в том, чтобы исторические здания нашего любимого города отразить на фасадах, для того, чтобы люди знали, какие у нас есть замечательные здания. Потому что мы повесили таблички специально для того, чтобы люди понимали, в каком красивом городе они живут. Однотонные стены в произведение искусства превратила самарская художница Ольга Якунина. Чтобы сделать три рисунка, потребовалось несколько месяцев. Краску Ольга использовала влагостойкую, чтобы изображения продержались дольше. Признается, раньше рисовать на фасаде здания не приходилось. На улице работать даже, мне кажется, интереснее, потому что очень много людей ходит, все смотрят, что-то дают советы, комментарии свои. Мне понравилось. Жителям обновленный вид двора пришелся по душе. В планах украсить яркими рисунками и другие подъезды. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Самым смелым и неравнодушным жителям нашего региона сегодня вручили награды за мужество. В Самарской области подвели итоги 18-й губернской общественной акции «Благородство». Ее организаторами выступили отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих объединений области. 59 жителей региона поразили экспертов своими пронзительными историями, которые оставили след в душе у каждого из собравшихся. С настоящими героями региона пообщалась и Ольга Павлова. Сотруднику спецподразделения Росгвардии Евгению вручают заслуженную награду. Историей, которая произошла на крещении, действительно проникаешься. 19 января мужчина гулял с дочерью у Волги. Услышал крик о помощи, присмотрелся. Примерно в 100 метрах от берега тонул человек. Ни секунды не раздумывая, офицер бросился к нему на помощь. У меня в багажнике веревка была, я схватил ее и побежал туда. Я пытался вытащить его за веревку, но лед был очень тонкий, он постепенно ломался, ломался. Я к нему подполз, ползком взял его за шиворот, за капюшон. Сказал, чтобы он переворачивался на бок. Когда он на бок переворачивается, я за капюшон его ползком вытаскивал. Уже на берегу боец спецподразделения переодел пострадавшего в сухую одежду и почти забыл о происшествии. Но спустя несколько дней спасенный мужчина написал благодарственное письмо. Награду нашла своего героя. Таких, как он, в Самарской области еще 58 человек. В этом году в оргкомитет поступило более 200 заявок. Акция прошла под девизом «Творим добро вместе». Общественный совет выбрал 48 пронзительных историй, прочитывая которые не остаешься равнодушным. Доктор медицинских наук Наталья Полирушна на граждение приехать не смогла. В свои 72 года женщина верна профессии и продолжает работать в красной зоне областного госпиталя ветеранов-воин. Василий Воронин спас соседа из горящей квартиры. А награду за Геннадия Кагарлицкого вручили дочери. Посмертно. Врач бригады скорой помощи работал с коронавирусными пациентами, пытался им помочь. Но себе, увы, не смог. Среди нас очень много людей хороших. Эти люди скромные, они же не выйдут с плакатом, что вот смотрите я какой хороший. Его должны этого человека кто-то заметить. Сосед, общественная организация, ветеранская организация. Много, кстати, лауреатов сельской местности. Это тоже важно, что людей замечают. Лауреатов акции благородства определили по 15 номинациям, среди которых память, волонтеры, мужество, меценаты и многие другие. Более чем за 20-летнюю историю проекта лауреатами акции стали порядка 900 человек. Из-за пандемии коронавирусной инфекции награждение героев, проживающих в районах области, прошли по месту жительства. Ольга Павлова, Константин Головин. События. А в Самарском областном художественном музее открылась выставка, посвященная юбилею Самарской губернии. Экспозиция экликтичная, можно увидеть как картины, так и фотографии с видами Самары. С авторами работ встретился Сергей Кезоркин. Медальон 2-го пехотного полка Манджурского. Они носили его не на шее. Они носили его на рюкзе. 15 картин из нового цикла работ известного самарского художника Александра Баканова можно увидеть на выставке, посвященной 170-летию Самарской губернии. Центральное место экспозиции занимает большой самарский натюрморт. На нем изображены вещи начала 20-го века. Остальные картины посвящены экспедиции Ильи Репина в Ширяево. Участие в проекте для художника оказалось непростым, ведь его работы соседствуют с фотографиями Самары. Совмещение, казалось бы, для художника, в первую очередь, рискованное, поскольку фотография содержит в себе документальный материал, и будут сравнивать, и будут, так сказать, возникать вопросы. Но я спокойно выдержал это совмещение, вся тех, так сказать, потерь для художества, для своего авторского имиджа. Фотографии на выставке, их 33 штуки, предоставил Сергей Рудняев. Каждая из них по-своему цена. Некоторые остались в единственном экземпляре. Например, это. Выезд из Самарского депо, первого трамвая на электротяге. Всего же в коллекции Сергея Рудняева почти тысяча старинных фотографий. Вот из этого альбома я выбрал наилучшие снимки, которые не часто встречаются, не избитые. Они оцифрованы, превращены в большие фотографии и одеты в багет под стекло, чтобы получился постер. Фотограф и художник между собой договорились, что на выставке будут только оригинальные виды Самары. Здесь нет городских достопримечательностей, известных по всему миру. А потому уникальные ракурсы увидят не только гости города, но и сами самарцы. Это очень здорово, что они увидят наш город, увидят виды Самары, которым сейчас, конечно, только на фотографии. Вообще этот проект, он очень патриотичен. И он очень наш, самарский, губернский. И это бесконечно радостно, что он сегодня здесь открыт. Выставка работает в нескольких залах Самарского областного художественного музея. Планировалось, что она продлится до середины января. Но потом решили сделать ее без ограничения времени, ориентируясь на ее популярность среди самарцев и гостей города. Сергей Кизуркин, Николай Епифанов, События. Карантин, пропуск и конституция. Эти слова, по данным аналитиков Яндекса, в этом году встречались в запросах как минимум в три раза чаще, чем в предыдущем. Не учитывались ли ксемы, взлет которых был напрямую связан с медиаконтентом, например, фильмами или играми, и государственным администрированием. Специалисты назвали также слова, которые были самыми популярными в поисковике за последние 10 лет. Например, в 2011-м россиян интересовали планшеты, купоны и дефолт, а в 2017-м спиннинг, майнинг и криптовалюта. Приближается Новый год, и ни один праздничный стол не обходится без традиционных мандаринов. Прилавки завалены фруктами разных сортов от различных поставщиков. Чтобы насладиться сочной оранжевой мякотью, следует запомнить несколько советов. Как не ошибиться с выбором цитрусов, расскажет мэри Елчан. Аромат мандаринов в доме – обязательный атрибут Нового года. С ними создается праздничная атмосфера. Цитрус с советских времен и до сих пор является любимым и традиционным новогодним фруктом. Чтобы оценить все полезные свойства мандаринов, необходимо тщательно выбирать плоды. Они должны быть красивыми, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Купив фрукт, нужно аккуратно хранить его, так как срок годности у них небольшой. Мандарины надо выбирать в первую очередь по цвету. Чем они оранжевые, ярче, тем они будут слаще. Надо выбирать на ощупь. Чем мягче он, тем он будет спелее и легко будет отделяться шкурка. Марокканские – одни из самых сладких, без косточек они идут, мандаринки. Но самое ароматное, самое вкусное – это абхазий. По мнению специалистов, из всех цитрусовых мандарины в первую очередь заслуживают того, чтобы быть неотъемлемой частью ежедневного меню. Польза мандаринов в том, что они содержат большое количество витамина С. Для того, чтобы получить максимум пользы, рекомендуется есть их вместе с белой сеточкой, обволакивающей дольки фрукта. Именно в ней содержится укрепляющая сердечно-сосудистую систему гликозиды. Однако специалисты советуют есть не больше двух мандаринов в день, чтобы не вызвать аллергию. Вкус мандаринов зависит от многих факторов. От сорта мандарина, от степени зрелости его, от места произрастания. Информация о дате сбора мандаринов, а также о стране происхождения, производитель указывает на этикетке, как на потребительской, так и на транспортной упаковке. Жители Самары не представляют себе новогодний праздник без мандаринов в доме. Яркими дарами солнечного лета любят лакомиться не только дети, но и взрослые. Я каждый год покупаю мандарины. Запах. Вообще новогоднее настроение придает. Мандарины – это всегда новогоднее настроение. Это вкус, детство. Конечно, естественно, кислинка, сладкость. Все дети обожают. Да, Марк? Ты любишь мандарины? Еще как. Кроме того, мандарины – это отличный антидепрессант. По словам специалистов, вкус, цвет и аромат вызывают ассоциации с праздником и поднимают настроение. Мэри Елчан, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы. Хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok